Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия, и на этом канале мы говорим о косметике, макияже и также распаковываем бьюти-боксы, что мы сегодня и будем делать. На самом деле, сегодняшнее видео было мною очень ожидаемо. Я ждала этот Glam Bag X от Ipsy очень-очень долгое время, и вот наконец-то он ко мне пришел. Я уже хотела была открывать этот бокс, этот бьюти-бокс, но я все-таки не сделала этого, потому что я хотела оставить этот элемент сюрприза, вот, и сегодня мы распакуем его вместе с вами. Помимо этого, только сегодня я получила бьюти-бокс от Boxy Charm, это уже классика, мы обычно распаковываем Boxy Charm и Ipsy, которые их обычный средний бьюти-бокс, который стоит 25 долларов, то есть это 25 долларов стоит, и Ipsy также стоит 25 долларов обычно, но в этом месяце наша Glam Bag X стоит 50 долларов, естественно, в ней должно быть лучше наполнение. Честно, я посмотрела только одно видео с распаковкой этого большого бьюти-бокса от Ipsy, Glam Bag X, и, в общем, я знала, что я не хочу смотреть, что в моем находится. Я хочу дать вам немножко информации, этот Glam Bag X, он вообще выходит каждые, по-моему, 3 месяца, то есть не каждый месяц, и если, допустим, вы подписаны на бьюти-бокс, который у них средний, по стоимости 25 долларов, то вы не получаете свой средний бьюти-бокс за 25 долларов, вы вместо этого получите этот бьюти-бокс Glam Bag X, то есть так у них все работает, и про Boxy Charm это то, что я получаю каждый месяц, и это стоит 25 долларов. Я, скорее всего, хочу начать именно с бьюти-бокса от Boxy Charm. На самом деле, мне кажется, иногда почему-то Ipsy приходит быстрее, чем Boxy Charm, по какой-то причине. Постоянно приходится ждать Boxy Charm, какое красивое наполнение, мне нравится, что я вижу. Кстати, ребят, если вы заметили, я сегодня сделала прическу в стиле, наверное, 2000-х, наверное, все-таки 2000-х, и это Краби, который использовали, наверное, мы, наши мамы. Сейчас, оказывается, это все возвращается в моду, я заказала на Амазоне, ну, 4 штуки, в таких красивых розово-каких-то молочных цветах, и я в восторге, качество супер. Окей, я не вижу нашей открыточки, которую мы обычно видим в этом боксе. Первое, что мы тут сразу-сразу видим, это палетка теней от Лауры Геллер. Ни разу не слышала об этом бренде, но я точно знаю, что их любят, этот бренд любят класть в бьюти-боксы разные. Я так понимаю, это палетка. Честно, не удивлюсь, если это стоит в районе 50 долларов, потому что такая вот инфляция в бьюти-боксах у нас. Не могу сказать, что она прям ощущается какой-то дорого сделанной, дорогой материал, нет. О, все полетело. И вот таким образом выглядит эта палетка внутри. Интересные, достаточно красивые цвета, как мне кажется. Хорошая палетка, мне кажется, на осень, возможно, будет. Поэтому это первое, что мы здесь нашли, так рандомно, да, окей. Вот так выглядит наш бьюти-бокс внутри. Я вам не буду все показывать, потому что мы хотим все это открыть вместе. Итак, первое, что я вижу, достаточно большая такая бутылка. Это увлажняющий мист от бренда Manacadar. А по-моему, если я не ошибаюсь, этот бренд очень часто кладут в бьюти-боксы также. Поэтому не удивлена, что он здесь у нас. И этот мист призван увлажнить кожу и дать нам это сияние изнутри, что прикольно. Я даже пока, наверное, не буду открывать его. Я не знаю. Посмотрим. Мист это прикольно, но это не совсем известный бренд. Это факт. Капли бутидропс. Это, в общем, что-то, что вы наносите на пятую точку. И, в общем, она становится у вас мягкой кожа на этой пятой точке. В составе этих капель у нас кофеин для того, чтобы подтянуть зону пятой точки. Очень интересно. Я точно помню, я этот бренд встречала, по-моему, в FabFitFun. И их скраб, который, вроде как, является очень знаменитым скрабом, который также продается в Таргете. Не понравился он мне, потому что потом просто вся ванна в этих кофейных зернах. Аромат, конечно, потрясающий. Но не совсем он приятен в применении, как, например, скраб от TreeHat. Вот TreeHat это прям самый лучший скраб до 100%. И вот таким образом выглядит наша сыворотка для нашей пятой точки. Очень интересный дизайн. Давайте, может быть, понюхаем это. Не могу сказать, что пахнет очень вкусно. Специфический аромат, я бы сказала так. Но по консистенции очень даже приятно ощущается. Это сыворотка. Ощущение такое, что она как бы впитывается сразу же в кожу. Нет липкости. Приятная консистенция на запах. Не знаю, он очень странный. Поэтому, окей, очень интересно. Booty Drops. Прикольно. Честно, пока мне кажется, что эта коробка не прям вау по наполнению, не знаю. Далее мы видим... О, это то, что, по-моему, я сама выбрала. В Boxe Char можно выбрать только один товар. Не так, как в Wipsy. И это что-то, что вы наносите на ресницы. И, в общем, это позволяет им расти. Я точно помню, что я гуглила эту цену на этот продукт. И он стоит, по-моему, около 70 долларов. Что-то вроде того. Это какая-то очень странная цена. Но подумала, что это все-таки чуть поинтереснее, чем любая другая косметика, которую они предлагали на выбор. Кстати, в этом месяце выбор не прям был вау. Вернее, в прошлом месяце. Как-то вот ме. И бренд этой сыворотки для ресниц называется Dr. Lily Fan. И я, если честно, не помню, слышала ли я в этом бренде или нет. Но самое крутое, что мне нравится, по крайней мере, это то, что это сделано в США. И последнее, что мы видим в нашем боксе. Это бренд называется Truly. И просто посмотрите, как интересно смотрится этот бальзам для губ. Он смотрится, как вообще что-то нереальное. Очень интересная текстура. Прям вау. Я такого ни разу не видела точно. Получается, о, это масло для губ. Это не бальзам, это масло для губ. И в составе мы видим большое количество разных классных ингредиентов. CBD масло, манго и также ананас. Что очень интересно. Давайте же понюхаем это. О, пахнет интересно. Фруктовый такой аромат с каким-то ароматом какого-то масла. Ощущение такое. Может быть, это как раз-таки CBD масло. Вау. Очень интересная текстура. Я такого ни разу точно не видела. Давайте, может быть, пробуем это. Вау, ребят. Ощущение, это как текстура какого-то торта. Вот крема на торте, да. А, очень-очень интересная текстура. Прям я такого ни разу не встречала. Просто берете вот так вот пальцем, набираете этот продукт. И он выглядит зеленым изначально, когда вы его набрали пальцем. Потом выносите его на руку. В общем, выглядит обычным бесцветным бальзамом-маслом для губ. Знаете, я недавно поняла, что мне не нравится бальзам с каким-либо ароматом масла или чего угодно. Потому что, когда ты носишь их на губы, так или иначе, ты съедаешь какое-то количество продукта. И каждый раз я иду спать, я наношу какой-нибудь бальзам, который я находила либо в бьюти-боксе, либо где-то еще. И я понимаю, что это все у меня во рту. Поэтому я, ну, в общем, избавляюсь от них, как правило. Единственное, что мне пока понравилось из бальзамов, это бальзам для губ от бренда Иллия. И это не тот бальзам. Короче, у них бальзам без каких-либо ароматизаторов. Он просто обычный белый бальзам, но он прекрасно чувствуется на губах, увлажняет губы. И после его использования нет какого-то странного послевкусия во рту. Поэтому с бальзамами я точно пока аккуратно себя веду. Такая вот у нас была коробка от Voxy Charms за этот месяц. И вот карточка, она где-то там, она запряталась от нас. Вот так выглядит тема этого месяца. Если вот я скажу вам свое мнение, то мне не очень понравилось наполнение этого бокса. Такое бывает нечасто. Но в этом месяце я прям не могу сказать, что я такая, вау, на хотя бы на что-то из товаров, понимаете? Поэтому очень печально. Но, наверное, не зря мы получили нашу большую коробку Ipsy Glambeck X. И на этот раз эта коробка, она в коллаборации с певицей Healthy. Каждые три месяца они выпускают эти боксы. И каждый месяц кураторами этих боксов являются разные селебрити. Вот на этот месяц у нас певица Halsey. Поэтому, да, давайте ее откроем и посмотрим, что же там мы найдем. Итак, первое, что мы видим, это вот такой буклет. На нем написаны все продукты, которые мы должны получить. И вот так выглядит сама певица Halsey. И, кстати, это мой первый раз в получении этого большого бьюти-бокса Glambeck X. Поэтому я в восторге. Итак, первое, что я увидела, кстати, это то, что я увидела, когда я открыла ее случайно. Только это я увидела. Это праймер от Tachi, который называется у нас The Silk Canvas. И я слышала много об этом праймере. Я слышала, что много кто хвалил его. Это, типа, самый классный праймер. Очень все красиво запаковано. Прям вау. Ощущение, что я только что купила это в Sephora. Так, небольшой ASMR. Посмотрите, как это все красиво упаковано. Это, я так понимаю, специальный шпатель, чтобы набирать этот праймер. Прикольно. Вау, вот это размер. Он гигантский просто. Вот честно, у меня никогда не было такого огромного гигантского праймера в моей коллекции. И этот праймер по текстуре, он как бальзам. Кстати, пахнет он, знаете, как умывалка от Tachi. У меня она тоже есть. Я использую ее, может быть, раз или два раза в неделю, чтобы убрать ороговевшую кожу с моего лица. Потому что я так делаю часто макияж. В общем, очень круто. Мне кажется, этот праймер, он стоит, может быть, долларов 60. Я напишу внизу, сколько он стоит. Определенно, можно сказать, мы сорвали джекпот, когда только открыли этот бьюти-бокс. Дальше мы находим... Я точно помню, что мы получали же что-то от этого бренда, а именно сыворотку. И я иногда читаю комментарии к видео людей, которые распаковывают эти бьюти-боксы. И говорят, что вот если вы, допустим, купите точно такой же товар в Сифори, и сравните состав или где сделан этот продукт, то вы удивитесь, но это все будет разным. То же самое и с брендом 1.1 Skin, 3-днюрки Skin. Вот у них составы, они отличаются. Если вы видите что-то в своем бьюти-боксе, то, скорее всего, это не схоже с составом оригинального продукта, который можно купить на сайте этого бренда. Поэтому сейчас я, когда получаю что-то, я всегда сравниваю это с тем, что выставлено на сайте, и одинаковый ли состав. И это та же самая серия бренда этого Volition, и это, в общем, увлажняющий крем с чем? Что здесь у нас является главным компонентом? По-моему, это грибы, да. Они обожают классить экстракты грибов в свои продукты. Пахнет очень приятный, кстати, запах. Я не могу сказать, что я прям в восторге от того, что я получила этот бренд, потому что это не самый, ну, скажем так, желанный бренд, который хочет получить каждый, понимаете? Но все равно круто. О, это то, что я выбрала сама. Это у нас бальзам для губ от известного бренда L'Ange. Надеюсь, я правильно произношу это. Он у нас с ароматом цитрона, что-то вроде того. Давайте же откроем. Кстати, у меня ни разу не было такого большого бальзама для губ от L'Ange. Ммм, пахнет очень, кстати, вкусно. Такой цитрусовый яркий аромат, очень летний, я бы сказала так. Мне нравится. Очень-очень здорово. Я точно знаю, что такой бальзам стоит в Сифолии. Может быть, долларов 25 или 27. Поэтому это круто, и я рада, что я выбрала именно его. Далее мы видим реснички от бренда Violet Vos. Бренд, который сейчас уже не так, прям, знаете, классно котируется, как раньше это было. То есть, если раньше, ну, они производили реально классные палетки. Все, что угодно, да. Сейчас это не так. И сейчас очень-очень часто можно встретить Violet Vos. Violet Vos, правильно. В бьюти-боксах, потому что, ну, вот они сейчас, наверное, любят появляться там. И вот такие реснички мы получили. Очень, кстати, миленький дизайн у них. Мне, в принципе, нравится, как они смотрятся. Хоть, наверное, они такие немного, знаешь, знаете, экстра. То есть, такой стиль. Не на каждый день, как мне кажется. Но реснички никогда не бывают лишними. Это 100%. Мы видим сыворотку от HerbiWire. HerbiWire. В общем, неважно. Если я неправильно подношу, пожалуйста, отправьте мне в комментариях. И эта сыворотка, я, наверное, не права. Это все-таки, наверное, масло. Это масло для лица. Да, я права. Это масло для придания сияния кожи. Если я не ошибаюсь, это масло, оно очень хорошо для проблемной кожи. И я, если честно, в предвкушении попробовать его, может быть, даже сегодня. Я не такой большой фанат масел для лица. Я всегда думаю, что это что-то такое жирное. Я всегда думаю, что это еще один слой ухода, который будет у тебя везде отпечатываться. На одеяле, на подушке. Поэтому я всегда с маслами аккуратно. Для меня самое главное, это чтобы он не был таким жирным, как есть многие масла. И да, это масло обещает нам глубокое увлажнение и сияние. Здесь в составе этого масла, кстати, есть сквалин, что очень круто для кожи. Сквалин. И также мы видим масло каннабиса, что очень круто также. Прикольно. Масло для увлажнения кожи. Почему нет? Особенно от бренда, который продается в Сифоре. Правильно же. И далее, что мы находим? Мы находим... Знаете, как любят американцы говорить? У-у-у. Это тушь, я так понимаю, от Фэнти Бьюти. Ура! Мы любим Фэнти. Мы любим получать что-то от Фэнти в наших бьюти-боксах. И это тушь для объема и для придания красивого изгиба ресницам. Вот таким образом выглядит эта тушь. Я точно уверена, что я могу купить сейчас в Сифоре ее. И стоить она будет достаточно хорошее количество денег. Давайте все-таки, может, мы откроем ее? По первому взгляду, очень даже многообещающе выглядит наконечник у этой туши. Далее мы видим, в общем, то, чем знаменита Халси. Именно ее линия косметик. Она недавно ее выпустила. И это как раз-таки один из ее компонентов коллекции. И это хайлайтер. Кстати, это что-то, что вы не могли выбрать. Это уже шло в коробке по умолчанию. Я точно помню, что упаковка у этого продукта, она невероятно уникальна и интересна. Как, в принципе, все продукты из ее коллекции. Давайте же мы это откроем. Тут очень интересный такой процесс открывания этого продукта. Очень интересно она запакована. Та-дам! Очень-очень прикольно сделано это все. Мне нравится упаковка. Она прям отличается от всего того, что у меня есть 100%. Действительно приковывает внимание. Пахнет, кстати, приятно. А что за цвет? Мне тоже интересно, потому что мы не посмотрели на это. Straight Beaming. Что-то вроде того называется. Цвет. И... О, это какой-то прям золотистый такой хайлайтер. Не самый, как мне кажется, ходовой оттенок. Это определенно не что-то, что я бы купила, если бы я покупала что-то из ее косметики. Но смотрится, кстати, красиво. Что-то в нем есть. Он очень такой мягкий, легкий по своей текстуре. И мне, в принципе, нравится, как он смотрится. Мне кажется, это будет очень даже такой хороший летний хайлайтер. Но в нем есть прям такой очень хорошо заметный этот золотистый перелив. Хоть его не видно на камеру, мне кажется. Но если вы посмотрите очень близко на этот цвет, то он прям золотит очень сильно. Это нужно иметь в виду. Я, в принципе, довольна получить этот хайлайтер. Хоть это не самый прям мой любимый цвет. Последнее, что мы видим, это то, что я выбрала. И это карандаш для губ от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. У меня ни разу, ни разу в жизни не было карандаша для губ в оттенке Pillow Talk от Charlotte Tilbury. У меня есть ее помада. Но карандаша никогда не покупала. И когда я увидела, я такая, это то, что я хочу. Вот так выглядит карандаш для губ от нашей Charlotte Tilbury. Потрясающий идеальный оттенок. Вот я всегда, кстати, мучилась немного найти тот самый идеальный карандаш для губ, который бы подходил к помаде Charlotte Tilbury. Это, кстати, та помада, которую я использую очень часто. Вот именно Pillow Talk. Поэтому я рада, что я нашла подходящий карандаш к этому продукту. И, в общем, вот так вот выглядит оттенок. Такой идеальный нюдовый оттенок. Я не знаю, роза, оттенок розы, пыльная роза, что-то вроде того. Поэтому, да, вот такая у нас была коробка, которая была курирована певицей Halsey. И на самом деле, я рада, что я получила определенно. Это очень был такой интересный бокс. Мы с вами получили много разных классных товаров. Наверное, больше, что меня впечатлило в этом боксе, это, конечно, праймер от Тача. Я всегда смотрела на него, когда я заходила в Сифору. И как-то никогда рука не поднималась положить его в корзину, потому что 50 или 45 долларов, это прям немало. Поэтому я очень рада, что мы получили его в нашем боксе. Далее, естественно, бальзам для губ от L'Ange. Это очень круто и мило получить его. Карандаш для губ от Charlotte Tilbury. Это просто вау. Естественно, тушь от Fenty Beauty, это тоже большой-большой плюс. Мне кажется, сейчас, если мы сравним эти два бокса от Ipsy Glam Bag X и Boxy Charm, 100% сегодня победителем будет у нас не Boxy Charm, а именно Ipsy Glam Bag X, потому что наполнение, оно настолько классное, настолько люксовое. Прям, ну не жалею, что ты потратила 50 долларов на эту коробку, она стоит 50 долларов, да, и это каждые три месяца. Ну и, конечно же, масло, я забыла про масло от Herba Wire. Herba Wire, неважно. В общем, это тоже очень-очень классная вещь, чтобы получить ее в бьюти-боксе. Определенно есть у Ipsy те месяца, когда в этом Glam Bag X не самое лучшее наполнение, но чаще всего оно прям, ну, вау, оно очень классное. И мне кажется, можно сделать вывод, что определенно это стоит того, чтобы потратить экстра 50 долларов для того, чтобы получить много классных товаров, которые, возможно, ты бы никогда не купила, потому что, может быть, это слишком дорого. Ну и, как бы, эффект сюрприза тоже, он играет роль в этом. Ты получаешь что-то, о чем ты не знаешь, да, и опять же то, что ты не купила бы. Поэтому, да, мне кажется, Boxy Charm в этом месяце нет вообще, не очень наполнения. В восторге от того, что мы сегодня получили. Мне будет очень интересно, ребят, узнать, что вы думаете по поводу этих боксов, какое понравилось тебе больше всего. Мне будет очень интересно это узнать. И также мне очень интересно, подписан ли кто-то из вас на Glam Bag X, если да, получили ли вы те же самые товары или нет, потому что я точно знаю, что каждый, каждый получает абсолютно разное в своем Glam Bag X, влечении, конечно, вот этого холета, а так всеобщая разница, это как русская рулетка, да, что вы получите. Поэтому, да, ребят, надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео. Спасибо большое еще раз, что зашли ко мне сегодня на канал. И да, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайком или комментарием. Но я, ребят, буду на этом прощаться. Спасибо большое за просмотр еще раз. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, и чтобы все ваши мечты сбывались. Ваша Юля, я прощаюсь. Всем пока.